К инсульту относят острые нарушения мозгового кровообращения, характеризующиеся внезапным появлением очаговой неврологической симптоматики. Это двигательные нарушения, речевые, чувствительные, координаторные, зрительные нарушения. Или появление общемозговых нарушений. Это изменение сознания, головная боль, рвота, которые сохраняются в течение 24 часов или приводят к смерти больного в короткий промежуток времени вследствие причин церебровоскулярного происхождения. Инсульт должен быть заподозрен во всех случаях появления острой неврологической симптоматики или внезапного изменения уровня сознания. Среди нарушений функций мозга, развивающихся при инсультах, выделяют очаговые симптомы, менингиальные симптомы, если вовлекаются мозговые оболочки и общемозговые расстройства. В зависимости от характера происхождения, кеморрагические или ишемические инсульты отличаются сочетанием перечисленной симптоматики. Симптомы инсульта различаются в зависимости от очага поражения. Наиболее частые проявления – это двигательные нарушения, то есть слабость, неловкость, тяжесть в руке, ноге, либо лице. Наиболее часто проявляется сочетанием поражений в руке и лице. Иногда может иметь место вовлечение одной половины лица. Появляются нарушения чувствительности. Это сенсорные нарушения, изменения чувствительности только в руке, кисти, лице или ноге. Наиболее часто вовлекается рука и лицо. Речевые нарушения – это затруднения в подборе нужных слов, невнятная, нечеткая речь, трудности понимания речи окружающих, трудности письма, чтения, афазия, смазанная невнятная речь, нарушения в произношении слов и артикуляции, так называемая дезертрия. Зрительные нарушения – это нечеткое зрение в пределах поля зрения обоих глаз. Больные жалуются на исчезновение, побледнение, появление серого или черного пятна в поле зрения. Головокружение – это ощущение неустойчивости или вращения, может сочетаться с нестагмом. Изолированное головокружение является частым симптомом ряда несосудистых заболеваний. Диплопия – это ощущение двух изображений вместо одного. Может иметь место движения рассматриваемых предметов, нарушение движения глазных яблок в сторону, либо несинхронное движение глазных яблок. Также в клинике инсульта может возникать атаксия, неустойчивая походка, забрасывание в сторону, дискоординация на одной стороне тела. Основной целью профилактики является снижение уровня заболеваемости инсульта. Профилактика инсульта подразделяется на первичную и вторичную. Первичная профилактика – это предупреждение развития заболевания и снижение факторов риска. А вторичная профилактика направлена на предупреждение развития прогрессирования заболевания, в частности, предупреждение повторного инсульта. К факторам риска инсульта относят артериальную гипертензию, патологию сердца, транзиторные ишемические атаки, употребление алкоголя и курения, сахарный диабет, нарушение липидного обмена, стеноз сонных артерий, прием оральных контрацептивов. Нормализация артериального давления позволяет уменьшить риск развития инсультов на 40%. Целевой уровень давления должен быть ниже, чем 140 на 90 мм ртутного столба. При сахарном диабете важно поддерживать оптимальную концентрацию уровня глюкозы в крови. Больным с фибрилляцией предсердия назначают антикоагулянты или антиагреганты. Больным при стенозе сонных артерий больше, чем на 60% или при бессимптомном течении в последнее время применяется ангиопластика или стентирование. Следует отметить важность отказа от курения или значительного уменьшения количества выкуриваемых сигарет. Употребление алкоголю приводит к развитию и утяжелению течения артериальной гипертонии, кардиомиопатии, нарушения ритма сердца, что увеличивает риск как ишемии, так и коровое излияние в мозг. Нарушение липидного обмена атеросклероз является ведущим фактором, приводящим к развитию как инфаркта миокарда, так и ишемии головного мозга. Нормальным считается уровень общего холестерина 5 ммл. При использовании оральных контрацептивов с содержанием эстрогенов более 50 мг повышается риск развития ишемического инсульта, особенно в сочетании их приема с курением или повышением артериального давления. Всем пациентам следует уменьшить потребление поваренной соли и увеличить потребление фруктов и овощей. Важным этапом основной стратегии профилактика инсульта является выявление и обследование лиц с высоким риском развития инсульта. К группе высокого риска развития инсульта относятся больные, перенесшие инсульт или приходящие нарушения мозгового кровообращения, больные, страдающие ревматическим поражением сердца, ишемической болезнью сердца, застойной сердечной недостаточностью, больные со сниженной сократительной функцией левого желудочка по данным эхокардиографии, а также больные в возрасте 75 лет и старше, страдающие артериальной гипертонией или сахарным диабетом. К группе с умеренным риском развития инсульта относятся больные старше 65 лет, не относящиеся к группе высокого риска развития инсульта, а также больные моложе 65 лет с клиническими значимыми факторами риска, включая сахарный диабет, артериальную гипертонию, заболевания периферических артерий и ишемическую болезнь сердца.